Ровно 10 лет назад, в 2009-м, была запущена федеральная целевая программа по переходу на цифровое телевещание, аналогов которой по масштабам в мире просто нет. Правда, изначально планировалось завершить переход на цифру к 2015 году, однако в силу различных причин этот срок растянулся еще на 4 года. Куда проворнее оказались частные компании телеоператоров, таких как Приколор, НТВ+, которые уже давно предоставляют своим абонентам возможность смотреть телевидение в цифре, причем с большим ассортиментом телеканалов. Хочется акцентировать внимание телезрителей на том, чтобы они сейчас позаботились о переводе своего оборудования на цифровой формат. Однако у государственной телерадиосети есть неоспоримое преимущество. Принимать цифровой сигнал можно абсолютно бесплатно. Разве что единожды придется немного потратиться на ТВ-приставку. И то только в том случае, если телевизор старый и не имеет встроенного цифрового модуля. Спрос очень возрос и ближе уже к 15 числу, к моменту уже отключения. То есть люди обращаются каждый день, приходят и пожилые люди, которым мы стараемся все объяснить, рассказать, чтобы вполне доступно могли сами подключить. Ценовой диапазон у нас в магазине идет от 900 рублей до полутора тысяч. Разница идет в наличии шнуров в комплекте, в исполнении корпуса, в наличии Wi-Fi в некоторых приставочках уже для просмотра, так сказать, Ютуба, Мегуго там. В каждой приставке идет еще антенна, да, стоят? Нет, антенна и приставка не комплектуются, антенна покупается отдельно. Ну, диапазон цен от 300 рублей тоже до тысячи, в зависимости от места положения, где устанавливается приставка. То есть если это где-то район радиозавода, где очень плохая доступность сигнала, требуется антенна с усилителем порядка 600 рублей стоит. При продаже мы настраиваем приставочки все, предпродажная проверка, тестируются, чтобы люди уже дома не, так сказать, не мучились. Чтобы человек пришел, просто подключил и наслаждался просмотром телевидения. Подключение цифровой телеприставки – дело нехитрое, но если у кого-то все же возникают вопросы, то для получения ответов на них действует бесплатная горячая линия по телефону 8 800 220 20 02. Вдвое больше бесплатных каналов цифрового эфирного телевидения. Каждый житель нашей страны должен знать, от кого этот ребенок Хуан. Нужно только... Включить телевизор и смотреть 20 каналов совершенно бесплатно. Прямо сейчас. Однако многим людям преклонного возраста бывает достаточно сложно объяснить что да как по телефону. Поэтому в Черкесске были сформированы команды волонтеров и старшеклассников, которые ходили по домам и подключались к старикам оборудование. Необходимо отметить, что малоимущим гражданам по поручению главы Карачаева Черкесии цифровые приставки предоставлялись бесплатно. В мэрии муниципального образования Черкесска было приобретено 400 приставок. На текущий момент мы установили 367 приставок малоимущим семьям, пожилым гражданам, одинокопроживающим. Но список в настоящее время нуждающихся, он пополняется каждодневно, потому что у нас открыта горячая линия для приема обращений граждан. Ежедневно поступают звонки. И на текущий момент у нас количество общий обратившихся, с учетом уже тех, кому были установлены, составляет 425 обращений. То есть работа по установке приставок, она продолжается и по сей день. И мы ожидаем, что в какое-то время, видимо, после 15-го числа еще будет эта работа, еще будут обращения граждан. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели. Руслан Альботов, Михаил Каракелян.